Здравствуйте, с вами снова Андрей. В связи с тем, что на канале в последнее время выросло количество подписчиков, а также выросло количество людей, которые присутствуют на стримах, по всей видимости, пришла пора сформулировать некие правила поведения, которые были бы обязательны для соблюдения, во-первых, в комментариях к видео на канале, во-вторых, в чатике на стримах и в-третьих, в группе ВКонтакте. А также, естественно, при общении в личке ВКонтакте. Значит, во-первых, хотелось бы отметить, что на канале царит кровавая тоталитарная диктатура, демократии и свободы слова вам здесь никто не обещал. То есть, вы, конечно, можете высказывать, что хотите, но при этом за ряд высказываний вы можете схлопотать бан, за какие именно, я сейчас попробую разъяснить. Значит, при этом следует отметить, что незнание законов, как обычно, не освобождает от ответственности. То есть, аргумент, я пришел к тебе на канал только что, посмотрел у тебя одно видео и, так сказать, я ничего не знал, он не работает. Второе. Хотелось бы отметить, что критика должна быть конструктивной. Если вы критикуете меня и критикуете контент на канале, то будьте добры делать это, во-первых, аргументированно, то есть, оценочных суждений негативных в плане, допустим, ты, допустим, там, ты тупой, ты хохол, ты кремлебот, ты еще кто-то, так сказать. За такие суждения вы вполне можете быть забанены. Значит, то есть, во-первых, следите за сутью того, что вы говорите, во-вторых, следите за аргументацией, которую вы приводите, она должна быть. И, в-третьих, следите за формой, в которой вы это высказываете. Форма также имеет значение. Хамство, свой адрес, естественно, я буду карать баном. Далее. Баном могут быть наказаны идиотские вопросы и идиотские предложения. Думайте, что говорите. Здесь следует отметить, что идиотские предложения, например, могут высказываться, в том числе, с благими намерениями. Пожалуйста, еще раз думайте, что говорите. Приведу пример. Недавно в группе ВКонтакте мне пишет человек и говорит, у тебя на канале плохой звук, я тебе советую микрофон блюйте. Сразу хотелось бы отметить, я, конечно, этого человека не стал как-то карать и так далее, но это, как минимум, странное предложение. Потому что оно априори подразумевает, что я не способен оценить качество звука у себя на канале. Значит, я какой-то идиот, наверное, не знаю, глухой и так далее, и тому подобное. Я также не способен в Гугле забить хорошие микрофоны. Вот, поэтому, если что, я, как бы, отмечу, что наблюдите, у меня банально нет денег на данный момент. Поэтому, если вы хотите улучшения качества контента на канале, донатьте, донатьте на новую видеоху, тогда не будет зеленых точек. Донатьте на хороший микрофон, будет хороший звук и так далее, и тому подобное. Значит, что касается глупых вопросов, то следует отметить, что к этим вопросам могут быть отнесены такие вопросы, как, например, что за игра? Ну, например, человек приходит на стрим и спрашивает, что за игра? Очевидно, что название игры указано в названии стрима. Ну, если вы не можете это прочитать, это, как минимум, странный вопрос. То есть, такие вопросы, в принципе, если у меня будет плохое настроение, я могу и забанить. Потому что они, на мой взгляд, либо носят провокативный характер, либо, собственно говоря, они носят глупый характер. Пожалуйста, прежде чем что-то писать, задумайтесь. Далее. Если вас предупредили, задумайтесь, опять-таки. Если я вам сделал какое-то предупреждение по какому-то поводу, я крайне не рекомендую вам агрессивно оправдываться, потому что я очень сильно не люблю наглых людей. Поговорка «наглость – второе счастье» в случае со мной не работает. Я как раз за наглое поведение, за попытки агрессивного оправдывания без достаточно весомых аргументов вполне могу забанить. Далее. Шутить можно над чем угодно, но за идиотские шутки может пролететь бан. Что значит идиотские шутки? Ну, например, это если я приду к вам и скажу. Ой, а у вас мама умерла. Ну, если она у вас жива на данный момент, да? Так сказать, а потом «аха-ха-ха-ха-ха». Я пошутил. Вот это идиотская шутка. Так сказать, критерии идиотскости, естественно, определяю я, как вы понимаете. Далее. Постить в группу псевдоисторические материалы не стоит. Учите матчасть, указывайте источники. Значит, хотелось бы отметить, что вот, например, недавно в группе был забанен человек, который запостил идиотскую картинку. Картинка, по идее, должна вызывать некий смех, но это к вопросу о дурацких шутках. Значит, на картинке были отображены исторически неверные данные, которые могут привести людей к неверным выводам. Подобного в группу постить не надо. Кстати, человеку было указано на то, что не надо постить. Ну, он начал агрессивно оправдываться, за что и был забанен. Далее. Хамить модераторам, естественно, тоже не надо. Модераторы тоже имеют право вас забанить за такое. Следующее. Я не обязан объяснять причину бана. Прослушайте вышеозначенные правила внимательно и подумайте сами. Если вы занимаетесь спамом, на моем канале, допустим, в комментах в чатике, учтите, что спам должен быть креативный. Если я, например, посмеюсь, то за этот спам можно как бы не банить. Да, это модераторов тоже касается. Вот. Хотя модераторы могут вас забанить, я не буду на них ругаться за это. Вот так сказать. Я лично сам вас банить не буду. Если спам будет унылый, тупой, однообразный, я буду за это банить. Это все, что я могу сказать. Заявки на разбан подаются в группе ВКонтакте, которая указана внизу в описании под видео, в соответствующем обсуждении в группе ВКонтакте. Значит, опять-таки, заявки должны быть аргументированными. Ну и, наконец-таки, в случае чего, хотелось бы отметить, что я, если вас внезапно кто-то забанил, так сказать, идите, посмотрите это видео и подумайте, за что у вас забанили. В случае чего, всегда ссылаться я буду именно на это видео. Вот такие вот, на самом деле, достаточно немудренные правила поведения на канале. За всем все. С вами был Андрей. Всем пока.